Я извиняюсь, я не включил запись. Запись пошла. То есть в записи этого не будет. Начнем с новостей. Вот знаете, для меня сегодня была интересная новость и очень важная, на мой взгляд, новость, кто, может быть, прислушивается. По-разному Литва относится к... Литва, скажем, Литва, не литовский народ, а Литва в лице разных чиновников. Вот. И несмотря на это, несмотря на это, очень, как бы, полезна была статья, которая вот прошла в литовской прессе. Я покажу вам пару. Значит, это журнал «Есть море». Он международный журнал. Он выходит одновременно на литовском, русском и английском языках. И он опубликовал интересную, ну, практически, статью по результатам белорусской выставки о Скайвей. Новые транспортные логистические возможности для Литвы, индустриальный парк Белоруссии, транспортные связи Литвы из Белоруссии закладывают фундамент для шелкового пути. То есть, понимаете, умные люди понимают, куда идет этот процесс. Так что, это вода на нашу мельницу. Просто покажу еще пару. Тут есть вот на английском языке. На литовском я не стал просто загружать. Очень перегружается, когда перекачиваешь сюда, на эту площадку. И вот еще одна картинка, которая показывает, что это, значит, вот видите, Юра, это по-литовски море, море Си. Вы там понимаете, что это море, да? Беларусь призвана стать важным звеном экономического пояса шелкового пути. Ну, вот такая вот аллегория. Это так, для начала. Хорошая новость, почему бы ее и не передать, и не поделиться с вами. Вторая, не менее хорошая новость, это то, что то, что мы с вами достигли, а большинство, или, скажем так, определенная часть тех, кто вы находите по ту сторону экрана, мы уже, ну, не первый год, может быть, первый год, неважно, мы уже в этом проекте. Вот. И это тоже, видимо, наша заслуга, поскольку технология развивается, она сертифицируется уже. Вот. И это сейчас привело к тому, что ежедневно регистрируется от 300 до 400 человек, в зависимости от того, какие дни, в какой фазе находится Луна, Солнце и так далее. Но, тем не менее, процесс идет. Кто-то спросит, скажет, ну да, хорошо, что, вы говорите, регистрируется, а сколько инвестирует? Да, инвестирует до 12-15%. Колеблется тоже, бывает 8-7, 9-10, 11-12, вот, средний процент 10-11%. Это очень хороший процент. То есть, это говорит о том, что процесс хорошей инвестирования в хорошей динамике, вот, и таким образом мы идем, ну, идем определенными шагами, идем к трехмиллионной инвестиции, ежемесячной инвестиции. Это не наша цель, дорогие друзья, это наше средство для того, чтобы, во-первых, доказать в конечном итоге, а доказывание опять тоже не является целью. Целью является то, чтобы вывести технологию на мировой уровень, вывести ее в использование, а это значит, мы занимаемся тем, что работаем на свое благо, на благо становления тех акций, с которыми мы работаем. Кереченко, если кто слушал, вы можете опять мне сказать, что что-то масло передергивает, но тут не то-то было, что я об акциях не говорю или мы не говорим об акциях. Конечно, об акциях мы говорим только в том случае, что, или в том контексте, что это является залогом. Человек инвестирует, он в залог получает акции, никакой, скажем, купли-продажи, не будем вдаваться в подробности, я будет в момент на одном из вебинаров подробно разберу эту процедуру. Другое дело то, что я говорю и как к этому относятся различные инстанции финансовых инспекций, международного права и так далее. Максимально подведено все к тому, чтобы нельзя было придраться. Хотя, если кто очень хочет, то в принципе вот у нас была сегодня как бы консультация с юристами по одной из стран Центральной Европы, да, это уже почти Центральная Европа, вот, где там засуетилась тоже инспекция, вот, но были отправлены адекватные ответы, и посмотрим, чем это дело, или как оно продолжится. Потому что сильно нас нельзя ущипнуть, но напакостить можно еще, вот, пока мы находимся в таком процессе, как он есть. И вопрос в том, что, ну, мы об этом еще будем говорить, потому что это не новостная тема, вот. Что еще об новостях, значит, идет подготовка, ну, скажем так, Постоянно прибавляется к количеству тех 12, а теперь уже 15 проектов более даже. Все зависит от того, от какого конца или как считать их проектами, подготавливаемые адресными проектами. Но тематика прибавляется, создана даже целая уже, целая группа, назовем так, это еще не отдел, но целая группа, которая над этим вопросом работает, практически не покладая рук и не поднимая головы от компьютера. Так что это тоже радует. Сегодня у меня было, задавали вопросы из Германии, нельзя ли там ознакомиться с проектом. Я задал вопрос, а как вы это дело себе представляете, что кто-то пришел, проект, адресный, подготовка адресного проекта, это как минимум двухсторонный процесс, и кто-то пришел теперь и попросил, что же, да, я посмотрю, что вы там делаете. Это, во-первых, некорректно, во-вторых, это не, ну, скажем, это конфиденциальная информация. Но, когда адекватно кто-то задает вопросы, всегда дают адекватные нормальные деловые ответы. Мы в самом конце сегодняшнего вебинара вернемся к одному очень старому проекту. Но он хороший, наглядный, и я вам покажу некоторые очень интересные моменты, которые вам пригодятся в вашей повседневной практике инвесторов, бизнесов, занимающихся бизнесом, или, по крайней мере, примиряющихся бизнес, ну, деятельности, что ли, о чем мы говорим время от времени. Вот. Теперь, какие еще мероприятия, или что вообще, как процесс идет, что нас ждет в первом полугодии, ну, и, скажем так, в первой, или до середины, или до осени. До осени, как уже там Кириченко сегодня сказал, что, скорее всего, такое ключевое мероприятие, это будет естественный экофест, или экофестиваль Мариной Горки. Вот. Это будет или середина, ну, середина, вторая половина, там, мая, ой, извиняюсь, июня. Вот. Но она будет. И это вам тоже радует. Процессы идут. Кто-то скажет, что вот говорили об апреле, говорили о мае. Нет. Дело в том, что, скажем так, головная компания, или КБ и ЗАО Струнные Технологии поставили, скажем так, задачу большего объема. Можно, можно и раньше собрать, провести экофест и все. Но стоит задача максимально показать в комплексе транспортные системы, которые там будут представлены. В бизнес-плане первоначально была речь о том, что, скажем, городская трасса. Вопрос сейчас стоит более, что давайте максимально покажем все виды, скажем, и все виды основных транспортных систем. И к этому идет работа. Но это все не так просто, поскольку все делается первый раз, дорогие друзья. Практически руками все делается первый раз. Поэтому это что по экофесту. Конец февраля, начало марта. В Праге будет мероприятие инвесторов и любителей, и тех, кто поддерживает волонтеры Skyway. Это, скорее всего, начало марта. Пока дата точно не определена. Далее в марте месяце, в конце 26-го, если я не ошибаюсь, будет в Эстонии, в Таллине расширена конференция прибалтийских стран. Это небольшой не форум, но это такая расширенная конференция, куда могут и подъедут представители из ближайших стран. И 8-го и 9-го апреля уже будет в Европе, в Париже, форум, европейский форум. Далее в июне, я уже сказал про экофест, Германия будет в июне сразу же после экофеста. Будет германский форум, его можно уже назвать форум, потому что Германия большая страна. И там инициаторы берутся, и лидеры германского региона, немецкого региона берутся за то, чтобы там провести такое мощное мероприятие на волне экофеста. Ну вот, и более-менее уже определилось, что в конец, извиняюсь, августа будет мероприятие в Болгарии, форум тоже по Скайвей и школа обучения лидеров будет там проводиться. Вот, что еще хотелось бы из новостей или из таких, ну, как бы, чтобы проинформировать вас, сказать следующее, что личный кабинет Скайвей, капитал, который является нашим родным, домашним, вот, он получил техническое развитие, его, скажем так, инфотехнологическое обеспечение. То есть, серверное усиление произвели, повысилась скорость операций, которая осуществляется, если кто не заметил, обратите на это внимание. Вот, и сейчас ведутся перегруппировки информаций, которые тоже, скажем, ну, выполняются более-менее в сроке. Надеюсь и уверен, что проблемы будут, скажем, лавинообразно уменьшаться, сжиматься, и, скажем, процесс, которым мы занимаемся, не будет так, скажем, нам мешать этим, где это делать. Все работы ведутся в нормальном режиме. Итак, а вот еще, значит, какой момент, что еще вначале хотел сказать, но об этом по процессу уже поговорим. И таким образом, давайте, друзья, значит, пройдемся по сегодняшнему вебинару. Время у нас еще немножко есть. Вот, это я уже вам показывал. Значит, это вам знакомая информация. Это начнем с того, что инвестор-предприниматель. Еще раз повторю, повторение мать учения. Хочу сказать следующее. Что-то у меня картинка не идет. Куда-то тут у меня пропала моя. Моя-моя. Так, нету я. Ну, ладно. Значит, стрелка. А, вот она есть. Не замечаю ее. Слепой стал уже. Смотрите, значит, инвестор-предприниматель. Ну, это человек, который решил, что он серьезно займется этим делом. По крайней мере, больше одного раза проинвестирует. Все зависит от того, какова весомость его одноразовой инвестиции. И будет ли он заниматься в этом направлении бизнесом, как бы, ну, привлекать и создавать команду. Я не буду повторяться здесь, да. Вот. Я больше обращу ваше внимание на второй аспект бизнеса Skyway в Capital. Это я создаю портфель акций. Значит, это дает мне возможность копирироваться в дальнейшем, да. Вхожу в ассоциацию. Это процесс развития в работе. Активизация акций через адресные проекты и инициация адресных проектов. Поэтому эти возможности есть, и мы посмотрим сейчас вот эти аспекты. И остановимся еще на особенностях того, как вообще ощущать то, где мы находимся и куда мы идем. Потому что смотрите, что происходит у нас на чате целевых проектов. Скорее всего, это в определенной степени и моя вина. Или даже не вина, скажем так. Я специально отпустил процесс и слегка поглядываю за ним. Мои коллеги тоже поглядывают. Вот. И идет там такая, ну, скажем, обмен мнениями. Время от времени кто-то там отводит душу. Ну, более-менее такая деловая обмен мнениями происходит. И это полезно. Это тоже среда, так называемая тренировочная среда взаимоотношений. Но будьте очень внимательны, дорогие друзья. Потому что вы понимаете, что мы живем в эпоху, в эпоху уже водолея. И то, что у меня в голове, то начинает реализовываться. Уже независимо от меня. Это было раньше, а сейчас все более и более. И мы порой удивляемся и думаем, интересно, почему это где-то что-то провалило. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что не то, что мне не нравится. Каждый имеет право иметь свое мнение. Но прошу вас, не тестируйте свою судьбу, судьбу своих последователей тем, что вы негативно относитесь к чему-то. Ведь смотрите, даже на то, что кругом мусор, можно по-разному посмотреть. Оптимист посмотрит. Ты смотри, сколько работы тем, кто начнут сейчас убирать, начнут использовать вторсырье. А это практически мусор, это вторсырье. И совсем иное. Как загадили всю среду. И вот сидеть и ныть по этому поводу, что среда загажена, мягко выражаясь. Задермировано все. По разу можно отнестись. И когда человек начинает думать о том, что это все является ресурсом, процессы начинают совсем иначе развиваться. Я прошу вас, точно так же относитесь ежедневно и даже во сне к процессу развития технологий Skyway. Это наше будущее, это будущее поколений. Как мы о нем думаем, так он идет. Думаем плохо. Эгрегоры начинают смотреть, а что это они туда. И начинают подтусовывать. То есть идет перегруппировка энергий. Я вас прошу, будьте положительны, будьте конструктивны. Идем дальше. Смотрите. Это ресурсы и инструменты, которые у нас есть. Не буду на них останавливаться. Мы о них уже говорили. Правовой ресурс у нас есть. Мы работаем над этим. Постоянно, скажем, приводим в порядок или приводим в соответствие с все ужесточающимися требованиями. Пакеты документов, пакеты виды, то, что мы пишем, то, что говорим. Организационный ресурс расширяется. Подключаются новые лидерские группы. Вы уже знаете, что только что мы месяц назад говорили о 120, уже более 147 странах. Я даже не удивлюсь, если кто-то там из моих коллег из команды скажет, «Масл, ты уже не слышал, что у нас уже больше 150». Вполне возможно. Как Сергей Сибиряков говорит, что нас уже скоро будет ровно столько, сколько в ООН, организации ООН стран. И мы тут в Словакии начали думать, а сколько вообще в мире стран. Выяснилось, что их почти 216. Это как считать? 211-216. То есть, смотрите, мы уже половину перешли. Это там разные другие страны, вплоть до того, что страна, так называемая, платформа, стоящая в море, но она не признана и так далее. Там по-разному можно считать. Суть не в этом. То есть, организационный ресурс наш расширяется, мы совершенствуем командную работу, и это нас радует. Это является ресурсом, потому что иначе мы будем не как бы выполнять свой долг по отношению к тому проекту, в который мы вошли. Информационный ресурс. Наглядное то, что мы сейчас делаем. Мы информируем друг друга. В чате постоянная информация, постоянно идет обмен. Это все есть. Плюс отрабатывается сейчас и стандартизируется в хорошем смысле этого слова. Приводятся как бы в единый вид те презентационные материалы, которые мы пользуемся. Среда имеется у нас, среда общения и обмена опытом. Она будет расширяться, обучение будет принимать более такую, как бы, не принимать, а появится еще блок, о котором я уже давно вам, как бы, время от времени говорю. Это блок целевого обучения. Мы к нему, ну придем мы в конце концов к нему, я вам обещаю. Уж я-то как бы от этого тоже не отступлюсь. Финансовый ресурс у нас есть, он расширенный. Да хотя бы даже то, что я вам сказал или то, что показал в начале. Что это такое, друзья? 20 миллионов на восьмом этапе, 25 миллионов – это финансовый ресурс. 7,5 миллиардов залоговых акций, которые даются под инвестиции, под кредит. Ведь инвестицию еще вполне реально и правильно рассматривать, как кредит. Мы даем кредит, получаем залог. Понимаете? И тогда начинает вот сегодня как раз был такой разговор. Я задал вопрос юристу из вот той страны, о которой говорю, а как вы отличите тогда, если я назову это кредитом? Он говорит, ну это начинает несколько иначе смотреться. Я говорю, ну назовите кредитом тогда, если вам не нравится, и вашим финансовой инспекцией не нравится слово инвестиция. Кредит. Вот кредит, вот под это уже никак не подведешь то, что кто-то что-то продает. Один дает кредит, другой дает залог. И дает право, возьми залог себе, если ты хочешь. Причем не бери как поросенка в мешке этот залог, я тебе еще объясню, что в этом залоге, или что этот залог из себя представляет, вернее, что за этим залогом стоит. Что тут плохого? То есть это мощный финансовый ресурс, и его можно и нужно использовать. Я постоянно об этом говорю, повторю здесь. Важно, чтобы если работать в команде, а мы работаем в команде, дубликация это дублирование, правильно так назвать. Дубликация это не совсем, оно, его в обороте нет, ну или, ну не важно. Мы понимаем, о чем мы говорим. То есть повторение, не, скажем, выдумывание чего-то нового. Ведь смотрите, сколько у нас сейчас в интернете различных версий скайвеевских подходов вертится. И один высказывает свое мнение, и другой высказывает свое мнение. И тот гуру себя считает, и тот себя считает гуру. Разброд и полное шатание. И это надо приводить в порядок. То есть к этому мы тоже стремимся и за этим начинаем сейчас следить. Об этом была речь как раз в головной компании. Я считаю, что это правильно. Надо среду, в которой мы с вами действуем, в которой мы проводим и работаем с одной стороны с кредитными инвестициями, с проведением в жизнь проекта скайвей, привести ее, друзья, в порядок. Это та же самая среда, как я приводил вначале пример с окружающей средой, которая загажена всяким мусором. Хотя кажется, вроде бы, к нему надо по-разному относиться. Давайте к этому тоже будем относиться таким же образом. А какая от этого могла бы быть польза? Люди, которые это сделали, они, видимо, с какой-то целью делали. Мы даже догадываемся, с какой целью. Почему бы их правильно не привлечь и не используем, если это возможно. Если они не гаденыши. В плохом или в хорошем смысле этого слова не специально там это делают. Хотя такое тоже встречается, к сожалению. И, наконец, по этому слайду, это инструментарий. Личный кабинет приводится в порядок. Он будет приведен в порядок. Интернет, среда. Большая работа сейчас ведется. Генеральный директор капитал положил, как говорится, массу сил. Постоянно вкладывается. Это все делается. То есть это тоже работает. Но скажите мне, кто, где, в каком бизнесе вам предложит, что слушай, это самое. Вот это все есть. Давай, начинай заниматься. В любом бизнесе, с которым ко мне приходят, приходят с вопросом. Владимир Иванович, где взять деньги? Владимир Иванович, вот как лучше построить бизнес-план? И вот видите, здесь расходная часть доходной не сходится. Я задаю вопрос, а вы уверены? Нет, я еще не уверен. Надо считать. Я вот хочу открыть строительство крыш. Я говорю, что вам для этого надо? Ну, как минимум склады, то, 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 пятое, десятое. Сколько вам материала надо вложиться? Столько-то. Я говорю, у вас этот ресурс? Ну, я вот тут это продам, это заложу. Я говорю, ну, это хороший подход, конечно. А вы знаете, каковы ваши риски? А что нам здесь закладывать? Ничего не надо, дорогие друзья. Здесь все есть практически. Единственное, что надо вести свою бухгалтерию, надо над собой работать. И к этому мы тоже придем с вами. И это, об этом сегодня немножко поговорим. Итак, дальше. Смотрите, вот как раз мы плавно и подошли. Являешься ты предпринимателем в понимании русского слова «бизнесмен», хотя это и английские корни. Лучшее слово «предприниматель», человек, который предпринимает. Бизнес для нас непонятно. Кто такой бизнесмен? Это тот, кто что-то где-то вложил, передернул, кого-то объехал на чем-то. Вот, извиняюсь, у меня такое понимание. Есть, наверное, настоящие бизнесмены, да, которые честно полностью все провели. Да, это тоже мы. А предприниматель, человек, который предпринимает хорошие действия для того, чтобы достичь результатов. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому жизненные признаки инвестора-предпринимателя, ну назовем его ключевой инвестор-предприниматель, неважно. Суть сейчас не в этом. Сумма инвестиций, которые он сам выяснил и готов провести. Во-первых, это его инвестиции. Теперь, если он предпринимает, ему одному очень тяжело. Инвестор-предприниматель-одиночка так же, как и предприниматель-одиночка. Если он не массажист. Или там, ну не знаю, что-то там еще. Очень тяжело. В любом бизнесе, маломальском, целесообразно рассматривать командный подход. Вот. И тогда сумма инвестиций команды. Это очень важный показатель. Спланировал, их надо знать и так далее. Количество личных инвестиционных программ, пакетов. Сколько у тебя? Один, два. Один хороший, большой. Или все по возможности. Здесь не надо выскакивать. И пупок надрывать, дорогие друзья. Здесь надо очень правильно подходить к этому делу. Вот. Насколько я знаю, Тарасов, кто его слушает, говорит об этом. Но, тем не менее, повторюсь, мы никого не призываем рвать пуп и личные инвестиции выращивать. Надо правильно взвесить свой бизнес, свой предпринимательский ход, свой предпринимательский план. Но важно делать сегодня, чтобы не сидеть и с потом на голове ждать, когда же, наконец, можно будет продать акции. Господи, вот я сейчас нахватал, а что-то у меня зависло, нужно то-то и то-то. Надо спокойно, соразмеренно знать, что вы вложили, это ваш бизнес, это ваш капитал, в который вы вложили. Долгосрочный капитал. И дивиденды будут только плюс к этому капиталу. Скажите мне, какие дивиденды получает человек с недвижимостью? Да, кто-то скажет, аренду плату, да, получает, но есть аренда, но есть недвижимость. Понимание в международном понимании, это не дом, недвижимостью является земля, то есть тот участок. И какую же ты с него, и да, если ты ее не арендуешь, она просто у тебя стоит, ты деньги вложил, в надежде, что когда-то цена поднимется. Но она иногда очень больно падает. Вот, поэтому там несколько картина другая. И здесь надо смотреть и взвешивать. Перехожу дальше. Сколько прочитано страниц книг в день? Кто-то скажет, что это ерунда какая, о чем он говорит? Я беру, читаю с начала до конца запоем. Ну, красиво. У кого есть время сесть и запоем прочитать? Кто будет страдать? Или работа, или семья, или какая-то роль будет не выполнена в семье, или еще что-то. Но если подойти к этому и сказать, что прочитано 10 страниц книги в день, тяжело это сделать? Нет, это 15 минут максимум. Если так задумчиво читать, а не глотать, вдумчиво, пардон, не задумчиво, а вдумчиво, это максимум 10 минут, 15-15 минут прочитано. Сколько прочитано? В месяц это значит, что будет прочитана книга более чем 300 страниц. Не рвитесь, но выбирайте правильные книги. Я уже говорил и повторю, что читайте книги про Скайвей, причитайте Небесные дороги, читайте там различные книги по саморазвитию, по того же самого Киосаки, того же самого Дональда Трампа, кстати. У них есть совместная книга очень неплохая. Вот, по-моему, Медаса, значит, как-то там, слово Медас, бог, который, значит, все превращал в золото, или те, кто, кому он прикоснул, а, прикосновение Медаса, да, вот, так книга и называется. Причем достаточно толковая, на мой взгляд, хорошая книга, там есть над чем подумать. Вот, прослушал один, плюс один вебинар в неделю, хотя бы один. Прочел, провел встреч, извиняюсь, провел столько-то встреч, презентации по технологии, по маркетингу, плюс по маркетингу. Презентации, это значит, что уже есть команда. Помог команде кому-то, кто еще не умеет проводить, собрал пять человек, три человека, два человека, тоже презентации. Или просто собрал своих знакомых, родственников собрал, поставил чай, баранки, там, я не знаю, пирожные, в крайнем случае, фрукты. Рассказал, что, слушайте, я вот занимаюсь. Не так, что давайте побежали, кладите деньги. Нет, я занимаюсь, это дает то-то, то-то. Технология даст нам, в конечном итоге, возможность жить абсолютно в иной среде, в будущем, причем в ближайшем будущем. Значит, обеспечил, например, привлек пять инвесторов, десять инвесторов, двадцать инвесторов. Сколько? Ну, хотя бы два привлекли. Посмотри, как это, ведь ты же спланировал, ты построил структуру, ты знаешь, сколько тебе надо людей привлечь. Участвовал сам в семинарах, конференциях, участвовал в форумах, пригласил, привез на форум десять человек и так далее. Да, был такое прикосновение, все в золото превращается. Да, это ясно, спасибо, Евгений. Так и помер, так кусочек хлеба. Правильно, вот об этом там и пишется, прикосновениями Дарса. Вот, участвовал в этой книге, пригласил и привез на форум. Приглашенных на презентационные семинары за месяц, сколько человек? Установил, а, самое главное, а установил эти цели на месяц. Иначе большинство или, скажем, определенная часть людей, а по статистике это восемьдесят процентов, к сожалению, да, плывут в лучшем случае по течению. В худшем случае борются с течением, с пеной у рта, с потом на голове, под мышками и везде, и стараются идти, не запланировав, не установив цели на месяц, а как Бог или как сложится, так и делается. Установите цели и стремитесь к ним наметить. Тем более, когда мы говорим о признаках предпринимателя, инвестора в проекте SkyWay, дорогие друзья. Консультации по дублированию горизонтали, вертикаль структуры. Консультируйте, консультируйтесь у верхней линии, дайвайте консультации нижнюю линию, распространяйте по своей горизонтали и обеспечивайте дублирование. О чем я уже говорил выше. Быть положительным и конструктивным. Не устаю это повторять. Поверьте мне, от этого зависит, если не все, то определяющее множество того, что с нами случается. И это так. Еще раз к продукту инвестиционный или же продукт, под который мы кредитуем. Рассматривайте это как кредит, а не инвестиции. Что является продуктом, под что я кредит свой отдаю? 100 долларов, например. Кто-то скажет, это акции. Ну, вроде правильно. Кто-то скажет, что это экотехнопарк. Тоже правильно. Кто-то скажет, нет, нет, нет. Не болтайте, это технология сковей. Вроде тоже правильно. Но теперь уберем экотехнопарк, уберем акции. Я инвестирую в технологию сковей. Ну и что? А что происходит? Когда она будет использоваться? А какие гарантии, что эта технология сработает? Нету. Ну, если ты хочешь, инвестируй. Почему был создан такой как бы триединства? Потому что было бы все прозрачно. Дело в том, человек дает кредит или инвестирует, он получает залог в виде акций. Реально было бы эти акции выпускать, если не было бы экотехнопарк. Это была бы четко пирамида, дорогие друзья. Не было бы технологий, тоже пирамида. Если эти инвестиции или кредит не вкладывается никуда, а я скажу инвестору и кредитору, слушай, ты положи эти деньги, мы сейчас их раскрутим где-то там, придумаем там, я не знаю, алмазы будем покупать, перепродадим, разницу поделим. Вот это получишь сейчас сразу 10% от твоей инвестиции. Вот это чистая пирамида. Что говорит система Скавей? Говорит, кредит даешь или инвестируешь, получаешь залог в акции, но, дорогой друг, эти инвестиции направляются в экотехнопарк. Зачем они? Для того, чтобы технологию... А зачем технологию сертифицировать? Для того, чтобы начинать строить по этой технологии. А что это даст? А это даст то, что я на акции, ты на акции получишь дивиденды. Это то, что акция, как я предполагаю, будет стоить больше, чем капитализировать, будет стоить больше, чем ее номинальная стоимость. Это акция. Или этой ценной бумаги. Назовем ее так. Предположим, что этой акции нет. Опять я не выключил. Я извиняюсь, дорогие друзья, сейчас я выключу его. И таким образом процесс абсолютно прозрачный. Здесь все нормально и все обеспечивается. Пойдем дальше. И вот я хочу еще раз вернуться к разговору о том, какова должна быть или могла бы быть моя стратегическая линия. Дорогие друзья, можно размахивать руками беспредметно и говорить, что вот такой пакет хороший, такой пакет хороший. Давайте посмотрим, что дает какой-то пакет. И когда он начнет давать. Алексей Дьяков, который сегодня тоже присутствует здесь, не даст мне соврать. Он рассчитал и, видимо, там поделился, значит, по одному проекту. Проконсультировался со специалистами, которые оценили эти возможности, да. И пессимистический прогноз, дорогие друзья, что самое позже, это 2021 год, так называемый рост дивидендов и достижение одного цента на одну акцию. Что такое один цент на одну акцию? Это один процент от акции. Понятно, да? Одна акция это, или ценная бумага, это один доллар. Один цент это один процент. Но это неплохо, дорогие друзья. И тем не менее. Но до того могут быть меньше. Но давайте говорить о круглых цифрах. И берем простой пакет-рассрочка. 200 по 9 раз. Это весь кредитование, кредит 1800 долларов. С дисконтом хорошим, достаточно хорошим. И это дает пакет акций 378 со всеми делами долларов. Это 378 акций. Это пакет по номинальной стоимости 378 тысяч долларов. Дивиденды на акцию в один процент. Это 3780 долларов. Кому-то это интересно. Это можно будет получить в 2020-2021 году. Я придерживаюсь сейчас прогноза Дьякова, эксперт, который говорил с экспертами. Он для меня эксперт сейчас. Для того, чтобы как бы взвесить и ощутить, понимаете, музыку дивидендов. Мультипликатор пакет более весомый. 200 в месяц. 500. Дает 5000 акций. Дисконт тоже слегка выше. Ну и дает уже такой пакет достаточно большой. Но если я первый осилил, выстроил план, как я вам говорил. Я планирую свою деятельность. Я предприниматель. Я не только сам надрываю свой пупок и бюджет своей семьи, да, и только здесь действую. Я еще и работаю с командой, и мне команда дает возможности, ресурсы для того, чтобы работать в направлении создания своего пакета, да, своих пакетов. То для меня это вполне весомо и вполне реально. Я начал отсюда. Плюс я взял мультипликатор, осеял его отлично следующим шагом. И таким образом мультипликатор дает еще плюс 3% на те, что были. И плюс на сам пакет. Миллион 150 тысяч акций. Это 1 миллион 573 тысячи 840 акций или столько же по номинальной стоимости долларов. И здесь уже дивиденды достаточно интересные. Вы понимаете, все в сравнении ощущается, дорогие друзья. И тут возникает вопрос. Так что мне лучше взять, продать там по одному центу там за акцию их или же получать каждый год по 15 тысяч? Я думаю, что вопрос абсолютно не уместен. Он более риторический вопрос, чем реальный. Поэтому смотрите, дорогие друзья. И последнее, просто для сравнения. Малыш, я не буду говорить о студенте, а пакет малыш. Это всего 585 долларов за 9 месяцев. Если рассрочка, да. 108 тысяч. Ну там не будем говорить на лотек. Это дивиденды. Это 1080 долларов. Но кто это малыш? Это кто-то. Тот малыш, которому вы хотите как бы быть благодеятелем. Внук, ребенок, не важно кто. Мы не знаем, как сложится, где, что и когда. И если, и когда, не если, а когда. Когда этот малыш становится 18-летним, ему не помешает капитал, наличие капитала акций или уже капитализировал. Сегодня ему год через 17 лет. Это 21-й год давно уже прошел, дорогие друзья. О каких мы говорим тут пациенту? О чем вы говорите? Но даже если это так будет, то тысячу он все равно получит. Кто-то скажет, ну Макло, вы в своем уме, что будет через 17 лет? Возьмем 17 лет назад. Я всегда прибегаю к этому методу. Но тем не менее, дорогие друзья, мы знаем, как развивать, как нужен транспорт. Я в прошлый раз говорил, что стоило приехать из Словакии, доехать в Словакию, вернуться из Словакии обратно на машине. Я специально это делаю, чтобы постоянно себя держать в форме и говорить, и знать, насколько плохо обстоят дела на дорогах. Вот. Таким образом, это очень серьезная инвестиция по отношению к тому ребенку, которого мы как бы, ну, здесь хотим ему подарить. Да? И это очень большая поддержка. Это как минимум квартира, если не больше, в зависимости от региона. Это как минимум хороший доход. Кто сегодня получает в той же самой России больше тысячи долларов в месяц? Я думаю, есть люди, но немного. Ну, скажем, большинство получает меньше, к сожалению. Мне стыдно даже слушать, когда говорят, сколько учителя, врачи и так далее получают. Вот. Но это сейчас. Сейчас ситуация улучшается, она идет к лучшему, и мы в это, ну, мы тоже над этим работаем, дорогие друзья. Поэтому стратегическую установку инвестора. Это вот просто по-товарищески с вами делюсь, это мое мнение. По возможности наращивать свой пакет акций. По возможности. Не в ущерб, не чему, не семье, не своему здоровью, не каким-то, я не знаю, нравственным там критериям, ничему. Абсолютно трезво планируй и наращивай пакет акций. Ориентируйся на дивиденды, а не на продажу акций. Ориентируйся на использование финансовых возможностей твоего портфеля акций. Об этом тоже мы говорили, сейчас я не буду повторяться, мы еще к этому не раз придем в другом контексте. Это значит, что ориентируйся, что можно еще акции, кроме всего прочего, пакет акций использовать на привлечение в работу для получения дополнительных, дополнительных прибыли. Не дивидендов, а дополнительных прибыли. Не спеши продавать акции, не спеши, дорогой друг, я прошу вот такие стратегические установки себе примерить, принять решение, согласен ты с этим или нет, ибо решение всегда за тобой, дорогой друг. Вот, Владимир, что вы за, что вы, не знаю, о создании у нас криптовалюты. Хорошо, скажу, скажу, Евгений, кое-что я знаю. Вот, так, доброго времени, старый Оскол, так, Евгений, нам нет разницы, какой валюты люди будут платить на... Нет, есть, Григорий. Или, а, в хорошем смысле, извиняюсь. Правильно, Григорий, дело в том, что, понимаете ли, ведь, когда человечество или люди приходят, прибегают к чему-то, это же не просто кто-то взял и подумал, давайте-ка теперь криптовалюты сделаем. Во-первых, как говорят мои коллеги Алексей и Сергей, Алексей Суходов и Сергей Сибиряков, да и все мы знаем, что эпоха интернета привела, принесла технологии, позволяющие очень быстро, ну, оперировать, работать с информацией, вот. И это дает возможность использовать эту технологику. Эта валюта, это есть так называемое усиление, то есть переход валюты на интернет и в электронное пространство. Потому что даже моя подпись, моя подпись, она тоже сегодня электронная. Я уже, скажем, не помню, когда я последний раз подписывал. Вы знаете, что, например, вот у меня есть моя ИД-карточка, видите, такая есть, вот она. ИД-карточка, да, вот у нее здесь сзади есть чип. Вот, значит, она мне выдана до 2020 года. Криптовалюта, и она дает мне возможность, я вставляю чипом в компьютер, у меня в компьютере есть уже считывающее устройство. И подписываюсь, находясь в любой точке мира, я подписываюсь, осуществляя различные банковские операции и так далее. Криптовалюта, она перенесена еще на более высокий уровень и дает возможность договариваться, что мы все пользуемся этой валютой. Вот, но где-то должно быть место, куда мы сдаем или трансформируем реальные деньги в виртуальные деньги. Все, потому что реальными деньгами сегодня очень тяжело оперировать, ибо банковская система построена была на реальных деньгах. И практически в 90% она не перестроилась. То есть они перенесли, знаете, это как будто бы построили железную дорогу и начали возить на кобылах и меринах, начали возить грузы. Я специально такой, значит, дурной пример привел, но примерно это так. Потому что, скажем, банковская система, она только снимает с нашу трубу, и не буду сейчас говорить, она не подстроилась под интернет, и только использовала вот эти электронные карточки. Все, дальше она не пошла. Вот, поэтому мы используем, и работа идет над тем, я не исключаю сегодня, не кладу голову на отсечение, или руку на отсечение, пардон, это чуть дешевле, чем голова, вот, что мы введем в свою криптовалюту, но над этим умные люди думают и работают. Я не исключаю. Системно, вот если проанализировать, это всячески целесообразно это сделать. Это мое мнение. Так, что у нас тут было еще? За проезд или переезд? Да, конечно, правильно, Григорий, я вернусь к вам еще раз. Добрый привет. Так, 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 так. Так, пожалуйста, Владимир, попросите руководство определиться с датой проведения. Ну, любовь, значит, вы знаете, ведь с датой проведения, она будет в начале февраля объявлена. Определимся, не волнуйтесь. В начале, скажем так, до 10 февраля она будет объявлена. Там есть аспекты, о которых я не уполномочен, значит, здесь раздувать щеки и говорить, что вот я знаю, сейчас вам скажу. Нет, я не буду это говорить. Пусть это скажут те, от кого зависит. И это хорошие, хорошие, скажем, очень хорошая информация, и по ней будет принято решение, когда проводить. Не потому, что вот давайте тогда или тогда. Это связано с определенными событиями, которые определятся. Это будет только плюс, это будет вода на нашу мельницу, как говорят прибалки. Так, есть дивиденды, это в год или в год, Орлов. Дивиденды, хороший вопрос. Вы понимаете, дело в том, что, как правило, общее собрание акционеров определяет, как часто платить дивиденды. В уставе Евразии, Релсковей, Системс Холдинг, акционерами, которыми мы являемся, там этот вопрос, он не определен. Поэтому, как говорит, опять цитирую Сергея Сибирякова, как говорила, вернее, его бабушку, она говорила, дай бог нам дожить до этого времени, а мы доживем. Вот, и тогда будет принято решение. Есть практика, что, например, по результатам прошедшего года, общее собрание акционеров может принять решение, чтобы выплачивать каждый месяц дивиденды. Но тогда надо знать, каковы финансовые потоки этой компании, способны ли она будет выплачивать. Если три акционера, пожалуйста. Я был в такой ситуации, когда выплачивали ежеквартально дивиденды мне, как акционеру. Ежеквартально мы приняли такое решение, видели, что это будет, то есть, денежный поток не в конце года следующего, или в начале следующего, или даже в середине следующего года, после, что раньше, бухгалтерскую отчетность не осуществить. Выплачивались дивиденды, тогда очень большие налоги шли, сразу это все с компанией уходит, понимаете. И поэтому распределяли это, чтобы более равномерно осуществить денежный поток. Всякое возможно. Это фактически иногда используют. Мнение эксперта по движению по дивидендам год. Да, 20, нет, уже как это самый, я же сказал, вот вы слышите то, что, не все слышите, дорогие, будьте внимательны. Я сказал, что это самый пессимистичный сценарий, что это 21 год. Знаете? А мы-то с вами, что мы тут написали? Пардон, не здесь. Думайте, как мы там написали, сейчас покажу. Пардон, 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 пардон. Будьте положительны, конструктивны. Так, значит, смотрите, что тут еще есть. Дивиденды рассчитываются, да, 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 Наталья. Как правило, рассчитываются в год, но выплачиваются по-разному. Можно принять решение. Так, спасибо. Что еще там есть? Скорее, проблемы у нас. Да, торопитесь. Торопиться не надо, согласен, Андрей. В Лондоне нет проблем. Да, да, уже прошло, смотрите, уже более 100 лет. Или как раз 100 лет и будет. Подземку подстроили. Да, уже прошло 100 лет. Ну вот. Значит, что еще? Время подходит к завершающему концу, но суть не в этом. Смотрите, о чем я еще хотел с вами говорить. Я, кто-то скажет, ну вот опять старый нафталин вытащил из шифонера. Нет, дорогие друзья, это доработанная свод анализ. Не буду повторять то, что уже было. Это сильные стороны продукта, Skyway инвестиционного продукта. А что такое инвестиционный продукт, чтобы мы были неголословны? Вот он. Раз, два, три. Вот это три единства. Это инвестиционный продукт или кредитный продукт, под который мы кредитуем. Что является так? И что здесь, каковы сильные стороны, каковы слабости, возможности и опасности. Для чего это делается? Обычно, зная то, что у нас есть, высеяв сюда все это, мы знаем, что у нас это сильные стороны. Как мы можем повлиять на опасности. У нас есть возможности, как мы на опасности повлияем. Или, как наши возможности нивелируют или снизят слабости. Как наши сильные стороны, что сюда надо добавить, или какую из них использовать, чтобы это дело здесь, как бы, минимизировать. И вот перечень, что я сюда внес дополнительно. Плюс народное кредитование и инвестирование. И плюс еще я внес надежность капитализации проекта. Она с каждым днем растет. Это не я тут думал, это из бесед выходит, это с различных дискуссий тут с различными умными, в кавычках и не в кавычках, людьми. Вот. Это все так. Это самые важные, плюс такие же важные, как высокий дисконт залоговых акций. Сильная сторона. Абсолютно. Где вы найдете еще такой дисконт? Кто-то скажет, это замануха. Дорогие друзья, я бы хотел посмотреть на такую замануху. Это лояльность к кредитору и к инвестору. Инвестиционный потенциал технологий, скорее, он бесконечный. То есть, вы знаете, ну, скажем так, в понимании сегодняшнего дня он абсолютно, ну, очень сильно неиссякаемый до момента, до окончания, до входа седьмой или восьмой технологического, седьмого, восьмого, или даже седьмой, восьмого, да, восьмого технологического уклада, когда абсолютно принципиально новые виды передвижения всего будет осуществляться. Против, до дематериализации в одном месте и материализации в другом месте. То вполне тоже, вероятно, будет возможно. По определенным причинам, по определенным каналам. По определенным, так называемым, другим струнам. Струны – это первый уровень или второй уровень, но первый шаг или первый этап перехода на какие-то другие струны, каналы передвижения. Вот, что еще? Широкий спектр инвестпакетов, я говорил и так далее. Отсутствие слабости. Смотрите, значит, отсутствие компетенции вывода акций на IPO. Мы их закупаем, готовимся, и все эксперты, а их трое, вот, сейчас осталось двое компаний, они говорят, что это сложный, длительный процесс, занимает до года. И в него есть определенный период, когда надо стягиваться, и это надо готовить. Но пока идет процесс подготовки, такой, как бы, неактивной подготовки. Закрытость создания внутреннего рынка. Да, закрытость в какой-то степени, но это и необходимость. Но это слабость. Если бы могли это сделать открыто и сказать, что, о, ребята, тогда-то так-то будет, это очень сильно повлияло бы на, как бы вам сказать, на динамику процесса, понимаете, на динамику процесса кредитования проекта. И если бы я вам сказал, что, слушайте, вот в мае месяце откроем биржу, что бы вы сделали сегодня? Подумайте. Поэтому закрытость, она всегда лучше. Вот. Но что такое биржа? Что она даст? Ничего не даст. Она даст возможность только кому-то по дешевке расстаться с своими акциями. Ничего больше. Но есть и такие люди. Почему им не воспользуются эта возможность? Понимаете, да? И этот момент, как я уже сказал, он настанет не раньше, чем после десятого этапа. Это показывают те дисконты, которые у нас есть, что раньше вообще об этом не имеет смысла говорить. Только после десятого этапа более-менее компании, а кто будет на рынке, на этой бирже, на внутренней бирже покупать? Только головная компания или, скажем так, концерн Skyway. Поллинг, концерн, там есть разница. Ну, скажем так, группа компаний. И потому что будет выгоднее купить на бирже акции уже, да, на внутренней. Или принять их в компанию, принять в компанию. И таким образом, опять-таки, отдавать их в залог уже под более выгодные условия тем инвесторам, которые входят через инвестиционный процесс или через процесс кредитирования платформы. Все. Недостатки инвест-платформы. Есть недостатки технические. Я уже говорил в начале, мы их устраняем. Недофинансирование проекта. Недофинансирование проекта – это процесс такой, что, скажем так, всегда надо больше. Но Анатолий Довардович хорошо в интервью сказал, что главное, что идет динамичный процесс финансирования. И недофинансирование надо понимать в таком смысле, что не хватает на дополнительные, на покупку производства, на инвестиции в то, чтобы, или вернее, финансирование закупки оборудования, которое в бизнес-плане не было запланировано. Да не предвидели его еще в бизнес-плане, понимаете? Вот в чем суть термина «недофинансирование». А процесс, который, с которым было оговорено и который был обозначен в 15 этапах, все очень четко идет финансирование. Возможности, опасности и так далее. Вот в опасностях, значит, я добавил слабая правовая регуляция народного инвестирования во многих регионах, да, и отрицательное влияние псевдоплощадок. Об этом мы, друзья, поговорим в следующий раз. Вот. А, но есть возможности. Это патентование и сертификация в странах, где начинаются адресные проекты. Это дает нам возможность сегодня не финансировать, как бы не отвлекать средства на патентование, это дорогое удовольствие. А по мере включения проектов и из средств адресных проектов осуществлять, первого пилотного проекта осуществлять уже патентование в той стране. Это или же там, значит, подача на полезную модель заявки. Она даже иногда сильнее, чем сам патент. И последнее. По адресному проекту уже час прошел, но я хочу вам сказать по адресному проекту. Городская трасса в городе Ульяновске, дорогие друзья. Зачем я этот, опять-таки, нафталин вытащил из шкафа, который у нас прошелся по площадкам различным, для наглядности. Смотрите, что здесь важно вам показать, ведь мы же целевыми проектами с вами занимаемся. Смотрите, что здесь важно. Как минимум, когда мы говорим и думаем о том, что бы, где бы мог бы быть и где бы я мог быть инициатором адресного проекта, берите за пример вот эту схемку, вы ее найдете в интернете, где показано, как минимум, хотя бы на какой-то карте, показана сама трасса. Сделана прикидка, сколько здесь остановок. Мы отсюда видим, сколько здесь, где начинается, где заканчивается трасса. Мы видим весь, скажем так, ландшафтный, ландшафтную перспективу продвижения этой трассы. Мы видим, сколько угловых, угловых более-менее здесь станций, опор, а это отдельные расходы. Мы видим, сколько над водой, что здесь надо сделать и так далее. Но мы видим высоту опор. Видите, здесь высота опор взята была тогда, это 2009 год, если я не ошибаюсь, была взята 25-50 метров. Зачем ее везде так везти? Потому что везли между домами, не по коридору. Не планировали тогда, не просто поставили. Ведь, в принципе, я не исключаю, я не знаю суть этого проекта, я не исключаю, что здесь, может быть, по детальной планировке было планировано и здесь, и здесь, и здесь, и здесь поставить высотные дома. Это рационально, нормально. Вот. А где-то использовать существующие какие-то дома, строиться туда. Здесь-то точно надо высоко поднимать, да? Здесь надо тоже более-менее высоко поднимать. Что здесь еще важно учитывать, дорогие друзья, то, что здесь, как минимум, поскольку речь идет, станция, смотрите, станция городского и, значит, двухпутная. Почему двухпутная? Потому что надвесная, навесная и подвесная. Но тут есть еще, мы смотрим, что здесь есть. Значит, перевозка грузов. Тут предполагалось возить и грузы. Это где-то тут была себестоимость. Вот, пассажиров, провозочная или так называемая, ну да, можно так назвать, пассажиров и грузов. То есть, правильно. Почему пассажиров и грузов надо рассматривать? Потому что, извините меня, эксплуатационная стоимость, значит, сразу снижается в разы, когда мы ту же самую трассу используем по нескольким функциональным составляющим. И для перевозки грузов, и для перемещения, перевозки транспорта людей. Но, как только мы говорим грузы, как только мы говорим начальная, оконечная станция, то надо предполагать, что здесь есть место, где есть парковки, какие-то транспорты здесь подходят. Потому что тупо возить из пустой точки в пустую точку, и потом люди будут думать, а как мы отсюда дальше будем передвигаться? Куда? Как сюда подвозить, или куда мы будем грузы подвозить? Сюда ли будем подвозить? Сюда ли будем подвозить? Или сюда будем подвозить? Грузы перевозим. Если смотрим, какие трассы еще, где логистика, или как будет построена логистика. То есть, это надо продумать. Это не надо в деталях смотреть. Но развивать свое видение, визионирование трассы нужно. И поэтому я рекомендую, заканчивая, пользуйтесь вот этой схемой. Она достаточно, скажем, схематичная. Не смотрите на эти расчеты. Они старые. Они не все корректны на сегодняшний день. Но как определенный ресурс для соображения она дает, на мой взгляд. Так, что тут есть вопросы? Сейчас закончим. Так, там пересадка, да. А зачем остановка посреди республики? Не только пересадка, дорогие друзья. Это для того, чтобы не делать лишнюю, значит, лишнюю, ну, как бы, стоимость и поднимать еще выше. Это для опоры просто. Ее выгодно и важно сюда построить. Это равносильно, ну, да. Да, поэтому только. Так, значит, есть ли вопросы еще? Копись непослушно, правильно, Сергей. А непослушно в каком смысле? Давайте положительно смотреть. Наоборот. Непослушно. Отправлять на лодки. Гулять по этой реке и смотреть. Смотри, как хорошо работает эта трасса. Так, есть ли вопросы, дорогие друзья? Если нету, то я позволю себе вас поблагодарить за участие в вебинаре. Когда смена дисконта? Проснулись Владимир в Праге, в феврале. Что за выставка? Нет, не выставка. Там будет выставка и будет... Это, скорее всего, Сергей и Алексей в своих вебинарах говорят об этом. Там будет, значит, транспортное... Там даже транспортное мероприятие будет общечешского масштаба. И вот там есть возможность тоже нам выступить. И одновременно там будет проведено мероприятие. В деталях я не буду выдумывать сейчас. Я точно не помню. Так, благодарю всех. И до скорых встреч, дорогие друзья. Будьте внимательны к себе, к своим близким, к своему здоровью, к состоянию своего кошелька. Не напрягайтесь. Вернее, не перенапрягайтесь, а напрягайтесь. Вот. И будьте конструктивны. Спасибо.